Мир вашему дома! Сегодня приготовим моцареллу. Он хорошо растягивается, поэтому его используют для пиццы и сырных шариков. А также из него готовят знаменитый итальянский салат капреза. Но приготовление сыра моцарелла очень тонкий процесс, поэтому ответственно соблюдайте все правила. Предупреждаю, если не будете выполнять все тонкости, у вас получится творог вместо тягучего сыра моцарелла. Коровье домашнее молоко довести до очень теплого состояния. Выключить огонь. Постепенно добавлять уксус 9% столовой ложкой и перемешивать 1 минуту после каждой ложки. Внимание! Правила приготовления моцареллы читайте в описании под видео. Еще раз предупреждаю, здесь много тонкостей. У многих моцарелла не получается, но если следовать всем правилам, оно у вас получится. На видео видно, что начали появляться ниточки сыра. Значит, все идет по плану. А если у вас появились хлопья, значит это творог, а не сыр. Кстати, свежее парное молоко тоже не подойдет. Пусть оно отстоится. Если утром подоили, то вечером сварили сыр. Или же 2 дня можно хранить в холодильнике. Но не замораживать и не кипятить. На 3 литра молока у меня ушло 8 столовых ложек 9% уксуса. И вот такой сырный комок у меня получился. Правда, он еще с жидкостью, поэтому большой. Сейчас будем отжимать, вся жидкость уйдет и он станет чуть меньше. Далее нужно вынуть сыр и подогреть сыворотку. До очень горячего состояния, но не доводить до кипения. Выключить огонь. Далее будем работать в перчатках. С сыром будем работать как с тестом. Разминать, растягивать. Надо выдавливать жидкость. Поработали в сыворотке, потом поработаем в сухую. И обратно в сыворотку, и обратно в сухую. То есть надо нагревать сыр. Но работать в горячей сыворотке нужно не более 10 минут. Иначе сыр распадется. Если хотите гладкую моцареллу, не надо много растягивать. Это я растягивала для видео, чтобы показать как она тянется. Из-за этого она стала шершавой. Кстати, из козьего молока не получится моцарелла. Еще раз обращаю внимание. Молоко должно быть сырое, не пастеризованное. Но если вдруг у вас не получился такой тягучий сыр, а получился творог, не переживайте, сделайте из него творог. А из сыворотки сделайте тесто на булочке и приготовьте ватрушки. Из 3 литров молока у меня получилось 350 грамм моцареллы. Хранить моцареллу нужно в подсоленной воде под крышкой в холодильнике. На видео я показываю, как тянется моцарелла. Но вам лучше этого не делать, иначе оно не соберется в круглый шарик и не будет гладким. Моцарелла итальянский сыр и они очень гордятся своим изобретением. Кстати, готовые шарики моцареллы нужно положить в ледяную воду со льдом. Заранее приготовьте. На вкус сыра уксус не влияет, он испаряется. И вы получите нежную мягкую моцареллу, которая будет тянуться при нагреве. Удачного приготовления!